здарова дамы и господа это домашний канал а летки и бесконечное лето ну что продолжаем и так у нас пятый день до сих пор продолжается и нам нужно найти ингредиенты для торта первым делом мы отправились с вами в клубы окей казалось что за сегодня мне пришлось пережить столько же сколько за все предыдущие дни так что подходя к зданию кружков я и думать забыл о том что искать здесь сахар вообще говоря несколько стран несколько странноват ни хрена себе ни хрена себе тут шура с электроником чё творят шурик электроник что-то увлечённо мастерили секс-кукла какая-то увлечённо настолько что даже не заметили меня я присмотрелся это был какой-то робот на какой-то няша робот у нас хотя бы его корпус окей причем робот женского пола да еще и с ушами не хотелось строить теории для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство хоть инструкция и выглядела относительно технологично у меня были большие сомнения в том что этот робот сможет в будущем завоевать мир или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия однако им кажется важнее сам процесс нежели конечный результат тут я мог их понять хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе другой стороны они не боялись провала критики насмешек шли и шли себе к намеченной цели не обращая внимание на то что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдный и будто я правда их сравниваю с какими-то светилами науки привет 7 неуверенно поздоровался я привет семён говорю это наоборот семён поздоровался да или нет да семён заходи всегда рады да я и так уже зашел вообще-то это извини за вчерашнее хотя я почти ничего не помню но мало ли что в общем ничего ничего а что тебе привело в нашу скромную обитель электроне хитро посмотрел на меня порой мне казалось что когда он делает такое выражение лица то полностью уверен что знает про собеседника нечто чем может козырнуть в подходящий момент сахар мне нужен сахар и глазами сразу сплыла картинка из старой компьютерной игры где какой-то юнит строитель или что-то подобное вовсе свои во все свои пять пикселей кричал more вы минут more это есть у нас покойно ответил электроник а зачем он тебе я не хотел объяснять шурику что в его честь хотят испечь торт не хотел портить сюрприз не знаю только длительному просила принести ладно сейчас электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату почему сахар именно у вас лежит они в столовой когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала то его выгружали последним а так как наше здание ближе всего к проходной то чтобы далеко не нести логично открылась дверь и появился электроник тащившие за собой огромный мешок я конечно не знал какого размера торт планирует испечь ульга дмитриевна но здесь сахара явно многовато спасибо конечно но мне столько не надо а куда же нам его переложить электроник удивленно посмотрел на меня нам некуда просил сахар забирай похоже то его улыбка все же не была беспричинной может быть тогда поможете мне это тащить тут недалеко же а мы и заняты засранцы он показал рукой на робота я пристально посмотрел на шурика конце концов он был мне обязан тот замялся но все же стыдливо отвел глаза я вздохнул взял мешок и направился к выходу спасибо что же отрываясь сказал я на прощание однако далеко уйти не получилось уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю чтобы передохнуть не знаю сколько он весел но казалось что точно не менее 20 килограмм одной стороны до столовой оставалось всего каких-то пару сотен метров с другой же даже такое расстояние с подобным грузом на плечах а иногда в руках ногах подмышкой или даже на голове казалось мне тогда непосильным я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками к ночи как раз добрался бы как услышал голос позади себя может помочь тебе это настояла лена не думаю что у тебя это получится именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал что мне катастрофически не хватает физической формы я могу со тележкой сходить тележка почему я сам об этом не подумал да это было бы здорово подожди тут я быстро она улыбнулась и бежал тоже на площади чтобы я без нее делал все все женись семён женись хорошо что лена все же не всегда такая застенчивая на иногда и вполне может проявлять инициативу я задумался сейчас она выглядела довольно странно нить синей робости на лице наоборот улыбка уверенность предложение помочь само по себе не было чем-то из ряда вон выходящего но от лены через пару минут она вернулась небольшой тележкой я поставил на нее мешок на кого на лену или на тележку спасибо не за что она покраснела и уставилась себе под ноги ну вот опять тогда я пойду до удачи и еще раз спасибо крикнул я и вслед иногда мне казалось что в лене живут два разных человека во вторую уверенный в себе веселый местами даже какой-то дерзкий появляется только передо мной и мне опять все это кажется я решил что лучше принесу все ингредиенты одновременно поэтому направился с тележкой в сторону домика ольги дмитриевны так окей у нас остался медпункт и библиотека в медпункте я не помню мука вроде до библиотеки библиотеки чё там еще нас были на забыл чё там еще надо нам ладно ладно не суть давайте медпункт мне начинает казаться что в последнее время я слишком уж часто бывают медпункте что же ничего не поделаешь так складывается обстоятельства я вздохнул и постучался мои дети несколько спев ответила медсестра здравствуйте меня ольга дубитовна прислала за я несколько занялся ну да перед такой дамы то я думаю любой вызове занялся тогда я сохранить на всякий случай погнали дальше дрожжами а дрожи тут в библиотеке получается у нас мука а да конечно наша руку улыбнулась только у меня их нет пионер как так она сказала что ну раньше были закончились я даже не стал спрашивать зачем они вообще понадобились медсестры но явно видно зачем ей дрожжи впрочем ты не расстраивайся могу предложить тебе аспирин например может быть он не не помешал бы где же мне туда их достать я вздохнул а вот открыла ящик достал какую-то бутылку я присмотрелся пиво останкинская лад а что такого его тоже продукт выражения она пристально посмотрела на меня никто и не заметит да в ее словах была логика но все происходящее казалось мне настолько гротескным что я ни разу что я не сразу нашелся что ответить а вы уверены абсолютно 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 ну ладно карман шорт бутылка явно не влезала спасибо неуверенно промянул я и вышел из медпункта нет пиво наверняка может заменить дрожжи даже моих скудных знаний по теме и биологии хватит чтобы поверить в это но вообще ходить с бутылкой в руках не сразу показалось не лучшей идеей поэтому я решил отнесли в доме кольги дмитриевна и спрятать там но я до него надо было добраться так чтобы пиво не заметили я засунул бутылку под руку а почему не засунуть бутылку в эту в тележку допустим под сахар до под мешок сахара все бы хорошо на площади меня окликнула славя точнее она вынырнула у меня из-за спины так неожиданно что я даже вздрогнул как продвигается что поиски ингредиентов а ты уже знаешь да славя улыбнулась нормально стараясь не выдавать своего волнения ответил я а что у тебя там она показала на выпечивающуюся из-под рубашки бутылку а это кажется попал да так ничего особенного я глупо захихикал мне пора площадь я покинул почти бегом оставив славю славю в недоумении хорошо что она не из тех людей которые будут задавать лишние вопросы но есть в этом лагере те кого хлебом не корми дай засунуть нос чужие дела проходя мимо домика пионеров я стал функция с ульяной да ладно но что прячешь а накито посмотрела на меня я решил что отпираться нет смысла и поэтому вызывающий ответил а не твое дело шифровку в штаб несу большая шифровка бутылку я держал на уровне пояса поэтому несколько смутился может тебе помочь сам справлюсь я уверенно обошел ульяна продолжу путь моему удивлению она ничего не сказала не стала преследовать меня интересно ольги дмитриевны домики не было так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать выйдя на улицу и облегченно вздохнул действительно никогда бы не подумал что буду так переживать из-за одной бутылки пива словно вернулся в старшие классы школы хорошо что сейчас она безопасности а если даже и надуть скажу что не мое опыт придумывания оправдания у меня был большой так окей библиотека у нас осталось библиотека мука да если все остальные пункты списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове то мука библиотеки нет так погнали сохраняемся я долго думал кому и зачем она могла понадобиться но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило учитывая суровый характер жения лучше знать сначала постучаться открыто женя внимательно посмотрела на меня из-под очков чего тебе ты не подумай ничего мне бы я не хотел выглядеть идиотом поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию не мука нужна только на сказала что она здесь есть я понимаю что это странно держать муку в библиотеке но меня к тебе послали а нужно нам для торта отметить спасение шурика да есть у меня мука что тут такого удивленно ответила женя по секунду мне казалось что я получил тяжелый гири по голове перестал что-либо понимать мука в библиотеке действительно что здесь такого мы же зазеркали я алиса сейчас ем волшебный грипп и отправлюсь домой эй а да я замечтался подожди здесь сейчас принесу она скрылась за книжными шкафами я скрыл руки на груди и принялся ждать через пару секунд послышал звук скрипящихся петель может тебе помочь крикнул я сама справлюсь буркнул женя в ответ она в покрепи так что придется недолго ждать хорошо хорошо прошло уже несколько минут а же не так и не возвращалась я уже начал волноваться как вдруг дверь библиотеку открылась и вошла алиса похоже она не ожидала меня здесь увидеть а ты что тут делаешь а что нельзя грубо ответил я алиса немного опешивала а мне какое дело фыркнула она и направилась к столу жени а ты зачем пришла алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом затем открыла рот собирать что-то сказать но вдруг спохватилась и отвернулась пряча что-то за спиной книгу отдать сказал я первое что пришло в голову не твое дело не очень уверенно ответила она а что за книга алиса промолчала но дай посмотреть интересно ведь что читает мисс не влезай убьет не твое дело в ее голосе было еще меньше уверенности ладно ладно я не настаиваю хотя на самом деле мне было очень интересно что же такое читает алиса более того и вообще удивился увидев у нее в руках книгу телевизор кино компьютер если бы он здесь был все это казалось более подходящим развлечением для девушки вроде нее а тут книга так попытаться выхватить книгу алиса проявить осторожность посрал я на эту книгу че любопытство кошку сгубила конце концов это алиса все может закончиться очень плачевно мне еще продукты для торта собирать ладно потом зайду алиса несмотря на меня быстро вышла из библиотеки я задумался что могло быть в этой книге такого чего она так стеснялась во-первых смущена алиса это уже само по себе из ряда вон а тут еще и смущенная книгой это чего теперь думать то узнать никак не получится наконец библиотека огласилась громогласным стоном жени собирай я обошел шкафы с книгами видел вспотевшую библиотеку что сидишь у рядом с люком в погреб а рядом с ней небольшой мешок может быть у них тут что-то типа склада спасибо я взял мешок вышел из библиотеки слава богу что он оказался не очень тяжелым и до домика ольги дмитриевны я его донес без особых усилий наконец все необходимое было собрано я вытащил тележку сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой а сверху приспособил кое-как две картинки с ягодами и вы же я предусмотрительно заснул под рубашку от греха подальше день близится к вечеру а это значит что пора спешить ведь торт еще надо испечь конечно я бы куда с большим удовольствием сейчас просто львок закрыл глаза и заснул но нельзя подводить ольгу дмитриевну более того после седьмой дешних приключений и уже чувствую собственную ответственность за успех всего этого мероприятия выйдя на площадь и ненадолго остановился чтобы отдышаться нет тележка не плат тяжелой ехала легко и не приходилось прилагать особых усилий просто любые физические нагрузки вызывали боль и физическую и душевную я присел на лавочку и закрыл глаза вот блин все стопудо короче открою глаза у него короче стыд взяли все что у него в тележке лежит наверно вот блин ну просто так не может быть ничего а что это мне было наплевать кто это наверняка просто какая-нибудь пионерка заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью ты о чем устало спросил я она ничего не ответил ингредиенты для торта любишь старты не знаю что никогда не пробовала не знаю девочка очевидно не понимала про что я но тогда это не показалось странным разговор меня совершенно не интересовал так как я устал настолько что не имел никакого желания как бы то ни было кофе циры классифицировать внешние раздражители разделять их на обычные необычные понятно и приходи попробуешь правда правда а еще вы их делают кого россия на спросил я эти твои арты но мука сахар начинки всякие какой-то странный вопрос неужели она не знает из чего состоит торт это все это все у тебя там до частично и сахар и сахар а муж мне немного отсыпать зачем мне чувак у меня и сахар целый пакет хочешь отсыплю это уже было пожалуй чересчур внезапно летел ветер я инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза однако передо мной никого не было неужели мне все это почудилось однако мешок сахаром развязался а под ним на земле вы силы выселилась небольшая белая горка может быть она ветра испугалась и убежала поправив поклажу не остался скамейки продала продолжу свой нелегкий земляничный путь муки более столового не было ни души так надо сохраниться так какие-то опять непонятные вот ко всему что вот это вот сейчас происходит вообще в лагере да там до сих пор непонятно как мы сюда вообще попали вот плюс ко всему к этому короче какая-то еще неизвестная гостья тут к нам является теперь ничего не удивительно ведь это ужин оставался еще час я подкатил тележку заднему входу и стал издал продукты с рук на руки местной поварихи наверное она уже была в курсе что с ними делать поэтому и посмотрел на меня так недобро не уверен сколько по времени занимается занимает приготовление торта но видимо не придется поспешить оставшиеся до ужина время хотелось просто отдохнуть проще говоря я слишком устал поэтому сел на ступеньки и принялся ждать глаза закрывались сами собой наверное за весь день меня слишком сильно разморило поэтому я и не заметил как кто-то подошел легонько стукнул мне по плечу привет передо мной стояла мику и тебе даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражение у себя на лице извини я помешала наверное да нет я просто сидел а ну тогда ладно мику расплылась в улыбке я просто шла на ужин думала что уже пора оказалось что еще рано но я все же решила проверить можете не ошиблась а часы ну то есть часы не могут ошибиться просто я их не так поняла кажется накончательно запуталась и замолчала еще полчаса примерно до ужина отлично тогда я с тобой посижу подожду не возражаешь откровенно говоря откровенно говоря возражал знаешь у меня еще дела кое-какие я поспешно встал и не прощаясь удалился как обычно игнорируя мику кто-то кричащую вслед через минутку я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии да он так и так игнорит вообще эту бедняжку мику пути это балаболку знаешь да там такую но блин я даже жалко если честно пожалуй такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня я не просто злился на какие-то незначительные неудобства а по-настоящему бесился меня абсолютно перестало волна где я и почему я здесь не волновало меня и то как выбраться отсюда сейчас я больше негодовал из-за того что именно мне постоянно приходилось выполнять глупые поручения вожатой именно я вечно попадаю в идиотские ситуации а иногда и вообще выступаю шутом если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума то им неплохо бы показаться к психиатру я скрипнул зубами и сжал кулаки самое обидно в том что все происходит как-то со мной с собой я бы рад не таскать пудовые мешки сахаром но выбора то никакого нет точнее альтератива придет куда худшим последствием чем растянуть чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие кого слишься передо мной стала ульянка ехидно улыбалась ни на кого рассеянно ответил я однако кулаки меня выдавали так просто ладно ладно дело твое лучше скажи мне зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками дела были нехотя ответил я судя по всему это продукты может и продукты ульяна собиралась что рассказать но в это время заиграла музыка призывающие пионеров на ужин я с облегчением вздохнул и быстро на полосу сторону столовой оставив ульяну позади на просто на каждом шагу просто на каждом шагу семён спасибо тебе огромное за что вожатая приветливо улыбалась за торт ах да тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки спасибо в карман не положишь ты же никому не рассказывал это должно быть сюрприз да вот и молодец а теперь давай марш на ужин пока дмитриевна махнула рукой в сторону столовой я медленно приступил по переступил порог и принялся искать свободные места сегодня их оказалось много так что появилась возможность поесть в одиночестве а ужин давали рыбу с картофельным пюре опять рыба опять неудачи останусь пол голодным да и к тому же рыба была в обед сегодня что рыбный день или запасы кончились пододвинув сторону тарелку с жареным морским обитателем я пустил голову на руки и закрыл глаза вскоре к моему столику кто-то подошел что с тобой ничего ответил я не меняя положение устал да есть немного это плохо серьезно сказала славя еще бы же помню что послужина мы все в поход идем уже собрался какой нахрен поход еще чего куда я моментально открыл глаза и поднял голову рядом со славе стояла лена поход она удивилась ты не знал нет я пустил голову на стол закрыл ее руками если бы сейчас была возможность провалиться под землю девочки молчали некоторое время я находился наедине со своими мыслями меня это вполне устраивало может быть удалось бы даже так просидеть до конца ужина но из дальнего угла столовой донесся громкий голос ульги дмитриевны ребята в честь чудесного спасения нашего друга и товарища шурика вы приготовили для вас этот торт не они хоть не хотя поднял голову посмотрел сторону вожатый но ничего не увидел заплотно сомкнутыми спинами пионеров сейчас сейчас а про меня даже и не упомянули то я шурика спасал что продукты для торта таскал как будто так и положено тоже от вожата этого стоило ожидать пойдем а то без нас едят славя улыбнулась пойдем согласилась не лена да конечно я не хотя встал и поплелся за девочками когда мы подошли к толпе пионеров ольга дмитриевна как раз поставила торт на середину стола а теперь закончить вожата не свела потому что из толпы пионеров выскочила ульянка накинулась на торт да ладно ни хрена она такая дикая просто это ульяна я херею с нее она успела надкусить его нескольких местах до того как ее начали оттаскивать ульянка упиралась и визжал до всей этой картины и безучастно наблюдал со стороны улыбающаяся алиса лена которая пальцем подцепила немного крема негодующие пионеры вокруг казалось мне просто здесь не место сейчас закрою глаза открою и вот я уже дома перед компьютером я вогнул но ничего не изменилось только шум гам и крики стали отчетливее ульяна это уже переходит все границы я я действительно такое поведение это перебор даже для нее реально это очень безбашенные разговоры или три разговор или трибунал помешался шурик да ладно вам ольга дмитриевна раз уж торт мою честь то ничего страшного он засмеялся неважно вожата повернул сторону ульяна а ты тебя я сегодня накажу по-настоящему что в следующий раз знала ради бога она фыкнул и отвернулась сегодня с нами в поход не идешь да больно надо было я бы с удовольствием поменялся ролями с ульянкой и не пошел бы в поход вместо нее но кто же знал если бы догадаться заранее я бы первым полез крушить этот чертов торт после пару минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться и тебе пора собираться через полчаса построение на площади я посмотрел глаза вожата и пытаясь невербально передать свое все свое отношение к происходящему но вышло у меня видимо не очень не опаздывай направляясь к выходу я подошел к ульянке которая сидела на столе и зачем выглядела на крайне обиженный очень было на что захотелось резко ответила ульяна довольна результатом довольно а тебе удачи в поход сходить она хиднула гула скачала и выбежала из столовой удачи мне не помешает так окей давайте сохранимся вот и на этом закончим вот продолжим уже поход получается будет на следующей серии ну и кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте обязательно комментируем хотя бы что-нибудь напишите в комментариях вот что-нибудь и с вами был валерий всем пока а а